Будь здоровым, будь спортивным, не попадись! Звучали лозунги с нарисованных детьми плакатов на выставке «Мы за здоровый образ жизни». Она прошла в Щелковском районе в рамках антинаркотической акции под названием «Я выбираю жизнь». С 22 по 31 марта в детской художественной школе Щелковского района прошел конкурс рисунка. Во Всемирный день здоровья 7 апреля отобранные жюри детские работы украшали стены театрально-концертного центра «Славия». У меня великолепное впечатление от выставки, у меня замечательное впечатление от детей. Через различные виды творчества, во-первых, мы задействуем различную царевую аудиторию детскую, и это есть возможность ребятам выразить свое мнение. Кто-то это в эпистолярном жанре, а кто-то в художественном творчестве. Посмотреть выставку и сказать напутственные слова детям приехали городские, районные и областные власти, а также специально приглашенные гости. Среди них российская фигуристка, председатель комиссии общественной палаты Московской области по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни Ирина Слуцкая. Быть здоровым, сильным, спортивным – это очень приятно, это очень здорово. Отстегать каких-то результатов – это вообще предел мечтаний. Поэтому, ребятки, будьте здоровы, будьте сильны. Успехи Ирины Слуцкой для детей стали примером силы, воли и упорства. Показать детям, что быть здоровым – это выбор, быть счастливым – тоже выбор. Вот главная цель, которую поставили организаторы акции. И только труд и везение могут привести к большим победам. Как можно такой маленькой, хрупкой женщине добиться таких высот спорта? Это какую силу воли надо иметь, какой талант себе выработать, чтобы быть украшением всей нашей России? Я хочу, чтобы мы все вместе понимали, что только труд, только труд над собой, каждый день физический, интеллектуальный, коллективный может принести такой результат. Я тоже призываю вас, делайте зарядку по утрам, занимайтесь спортом и жизнь с радостью повернется к вам лицом. Ну и будьте гражданами Российской Федерации. В конкурсе детских работ приняло участие 53 человека, среди них обучающиеся художественных и общеобразовательных школ. Работы были представлены по трем возрастным номинациям с самым молодым художником 5 лет. Жанр плаката был выбран не случайно, ведь так можно и выразить свою позицию за здоровый образ жизни и призвать других. Такой конкурс и выставка проводятся каждый год. Лучшие работы всегда оценены. Победителями стали Ксения Нестеренко, Алиса Мухер, Дарья Семенец, Анастасия Медведева и Анастасия Суминова. Я считаю, что дети заряжены на добро. И наша задача взрослых, конечно, добро им отдать. То, что мы будем делать. От ребят зависит желание быть здоровым. И такие мероприятия, они способствуют и напоминают молодому поколению, что здоровье в их руках. После торжественной церемонии подведения итогов для всех участников выставки Щелковский драматический театр показал тематический спектакль. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».